ЛВРЗ в лице своего директора в будущее смотрит без страха. В прошлом году локомотивовагонно-ремонтный завод заработал 7 миллиардов. В этом году планируют отработать на 9. Между тем в СМИ поступала информация о грядущих массовых сокращениях работников. Но по словам руководства, завод обеспечен заказами, да и так, что даже не хватает рабочих рук. Как можно сокращать персонал, когда нам не хватает людей, для того, чтобы мы освоили портфель заказов с ростом 30%. Весь 2015 год спрашивали за сокращение, мы 150 человек сверху приняли. И в 2016 году нам еще 123 человек на это приняли. У нас уникальная ситуация. Наша трудность справиться с тем большим портфелем заказов, который есть. Для этого мы перестраиваем производственные потоки, мы должны обеспечить равномерность заглушки производственных площадей. Поэтому мы сейчас и добираем численность, распределяем их по смену равномерно. Но не у всех дела идут так хорошо. Некоторые экономисты предрекают массовое закрытие предприятий в этом году и называют его годом банкротств. Глава Бурятии тоже высказал некоторые свои опасения. Переживут сложно. Но, во всяком случае, ЛВРЗ у нас не вызывает сомнений никаких. Авиационный завод пройдет, скорее всего, по уровню объемов предыдущего года, может быть, немного ниже. Надеюсь, что приборка сработает так же. Там нет оснований говорить о каких-то больших сокращениях или финансовых проблемах. Вызывает сомнение Стальмост. Весь 2015-й новостные ленты пестрили тревожными сообщениями о судьбе Стальмоста. Судя по всему, гиганта промышленности ничего хорошего не ждет и в этом году. Основные заказчики предприятия «Росавтодор» и Министерство путей сообщения всегда расплачивались из федерального бюджета, который в этом году уже начали сокращать. Как только в бюджете денег становится меньше, значит, они меньше проводят ремонтных работ, связанных с ремонтом, восстановлением путей или строительством новых дорог, где требуются мосты. И это вот сразу же сказывается на работе нашего предприятия. Вот он сегодня попал в эту ситуацию, он не может загрузиться. Сегодня у него примерно на 30% всего контракта. Поэтому и сложное финансовое положение. Поддержка может быть только одна оказана. Если будут контракты, под контракты будет оказана поддержка. Просто содержать предприятие на бюджетные деньги никто не будет. Алина Чертарова, Евгений Козлов. Первая. Альтернативная.